Не успели войти в учебный процесс после карантина и новогодних каникул, как грянули морозы. Школьники так расслабились, что сидеть за партами получается с трудом. Чтобы обучение не показалось мучением, педагоги пустили в ход свои маленькие хитрости. Нигде сказать, что мы гоним программу. Нет. В среднем звене чаще всего мы выходим за счет игровых каких-то ситуаций. То есть игровые очень часто используем, какие-то ситуационные моменты рассматриваем. Очень много работаем с документами. Дети это любят. Рассматривают, выполняют какие-то презентации. Психологи утверждают, помочь ребенку задача родителей. Совместная подготовка к новому учебному дню благоприятно повлияет на первоклашек. А банальная похвала активизирует детей постарше. Разумеется, к каждому школьнику подход должен быть индивидуальный. Однако универсальные советы имеются. Не засыпать, чтобы на уроках, когда они спали полдня. То здесь утренняя зарядочка. Опять же, те же витамины, те же фрукты. Оптимистичное настроение, которое можем мы создать себе сами. В учебном процессе наступила самая длинная четверть. Но школьников это совсем не пугает. Соскучились, правда, больше по друзьям, чем по звонку на урок. Сначала как бы тоже не очень скучала. Но потом уже стало так как бы и по школе, и по урокам, и по учителям, и по друзьям соскучилась очень сильно. Ну, надоело там уже дома сидеть. И по правде, что-то к ребятам хочется, к классу, ко всему. Когда уж совсем еще одну неделю добавили, это уже действительно стало невыносимо. И в школу уже с большой радостью просто бежала. Окончательно ли вернулись школьники за парты, пока говорить рано. Прогнозы синоптиков сулят новую волну морозов. Мария Гроссман, Андрей Зинченко, СТС, Челябинск.